Всем привет! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поделиться своей историей адаптации в другой стране. Также расскажу, что мне помогло и помогает сейчас в эмиграции. Адаптация в другой стране. Каково это? Сложно, окутывают страхи, сомнения, чувство вины, тоска по родным, дому. И на самом деле так можно продолжать очень долго. Но как же выражение «дом там, где мы»? Оставив всё, с двумя чемоданами мы сначала переехали в Турцию, а через пять месяцев в Сербию. Морально к переезду я готовилась очень долго, так как уже давно знала, что переезд случится, но когда точно неизвестно. Уже тогда было тяжело, но в то же время радостно о той мысли, что сбудется наконец-то моя мечта — это пожить в других странах. В представлениях выглядело всё намного радостнее и красочнее. Я представляла, как я хожу по достопримечательностям, изучаю местную культуру и быт. Но, как оказалось, подготовиться морально к такому невозможно и свыкнуться с мыслью тоже. Создавая уют в доме, продумывая каждую деталь, я и подумать не могла, что за столь короткий срок нужно будет от всего отказаться, как сейчас говорят, обнулиться. Для начала я бы хотела сказать слова поддержки тем людям, которые тоже находятся в эмиграции. Многим кажется, что у всех всё прекрасно, и только они такие тоскуют и не видят радости в жизни. Я и про себя говорю в том числе. Но это не так, да, мы все разные. Кто-то реально очень быстро отпускает свою прошлую жизнь и начинает или продолжает без тяжести жить. Но есть и другие, которым очень тяжело, поэтому я хочу сказать, что вы не одни. Я знаю, как это важно говорить друг другу. Очень сложно было свыкнуться с мыслью, что обратно неизвестно, когда приеду. На второй день я была готова покупать билеты обратно, так как было просто невыносимо. Первым нашим местом для жизни была Анталия. Казалось, что ты в отпуске, особенно когда гуляешь около моря, на улице жара, а из дома видно море. Но потом ты всё вспоминаешь, и опять накатывает тоска, грусть, непонимание, как вообще существовать. Казалось бы, живёшь в таком прекрасном месте, море, горы, тёплый климат, живи и радуйся. Но внутри разгорался огонь из чувств, и потушить его было невозможно. Я постоянно пересматривала фото дома и с родными, также свои видео на YouTube, так как из дома я тоже снимала. Тем самым я хоть ненадолго, но переносила себя домой. Очень сложно было разговаривать с родными по видео, потому что не хотелось показывать настоящие чувства, так как я и так понимала, что им тоже тяжело. Поэтому я старалась всегда улыбаться и вообще не затрагивать тему, как я скучаю, как мне тяжело и так далее. В тебе как будто два человека. Первому всё интересно, он жаждет приключений, а второй в шаге от того, чтобы впасть в депрессию. Ты как будто учишься жить заново. Я не шучу, в Турции я реально почувствовала себя учеником в школе, который без учителя просто не может. Ещё все разговаривают на другом языке, всё другое. Но я понимала, что из этого состояния надо выбираться. Каждый день я старалась с собой разговаривать и прописывать все свои мысли и эмоции. Я задавала себе кучу вопросов, которые помогли бы мне выйти из тревожного состояния. Как только оно появлялось вновь, я говорила себе, ты в новой стране. Ты так давно этого мечтала. И вот твоя мечта сбылась. Ты живёшь в другой стране, да, есть куча дел, неизвестности, но получай от этого удовольствие. И направь свою энергию на изучение культуры, достопримечательностей. Ходи, гуляй и любуйся красотами. Можно, конечно же, целыми днями страдать и вспоминать, какая была жизнь дома. Постоянно, как в кино, с закрытыми глазами пересматривать кадры из прошлого, что-то вспоминать и опять переживать это снова и снова, но это дело не поможет. Так можно просидеть, пройдут дни, и, оглянувшись, ты поймёшь, что как будто бы не жила и нечего будет вспомнить. Это тот самый момент, когда у тебя есть два пути. Ты либо берёшь себя в руки и разбираешься со своим состоянием, либо проваливаешься, так скажем, в болото. Выбор есть у каждого, просто нужно захотеть сделать этот выбор. На словах это очень легко и просто, но на деле то хорошо, то опять откаты, и ты возвращаешься, такое ощущение, в состояние ещё хуже, чем было. Вернуться можно всегда, там, где легко и всё знакомо, а можно рискнуть и изменить свою жизнь. Возможно, многие спросят, а зачем оно и стоит ли это всего, если такие трудности. Все мы разные, и у каждого из нас своя уникальная жизнь. Мне всегда хотелось путешествовать, посмотреть на нашу планету и пожить в разных уголках мира. И если есть дикое желание исследовать новые места, то ты делаешь выбор, понимая, что поджидать может что угодно. Главное — это не строить никаких ожиданий, так как они, скорее всего, не оправдаются, даже бескорее. И самое главное, что во всех этих ситуациях и трудностях есть всегда точки роста. Как я себе помогаю? Своим состоянием я занималась и занимаюсь по сей день сама. Как до переезда, так и после я писала в дневнике, прописывала и прописываю все свои переживания, что я чувствую, какие у меня есть мысли, и как только чувствую, что опять начинаю проваливать, так скажем, в нехорошее состояние, то беру блокнот или телефон и всё-всё прописываю. Также медитация. Медитирую я уже очень много лет, когда с музыкой, когда с голосом, а когда просто в тишине. Плюс уже много месяцев, каждое утро я пишу утренние страницы, где прописываю, что я чувствую, какое у меня самочувствие, что я хочу сегодня сделать, все-все свои мысли, переживания. Даже пишу, что я хочу приготовить на завтрак, как я проведу сегодня день. Нет никаких ограничений, что писать. Также утром я веду дневник самопрограммирования. И с недавних пор я стала делать практику «Я разрешаю себе». Всё это стало частью моей жизни, плюс все эти практики помогают побыть наедине с собой и услышать себя. Также практика благодарности. Каждый вечер и сейчас ещё каждое утро я пишу благодарности. После практики, кстати, когда совершенно нет желания всё это прописывать, появляется такой прилив энергии, что прям счастье окутывает с ног до головы. Углубляться я во всё это не буду, потому что я не психолог, я просто использую те методы, которые помогают мне лучше узнать себя и улучшить своё состояние. Конечно, стоит отметить прогулку и спорт. На данный момент эти две активности у меня не каждый день, но я работаю над этим. Конечно же, не могу не сказать про общение. Если вам важно найти единомышленников, новых друзей, то сейчас существует огромное количество чатов, особенно в Телеграм-канале, например, такие как переезд в Сербию, новости Сербии и так далее. В таких чатах можно встретить какую-то информацию о различных событиях, которые проходят, концерты, выставки или даже какие-то игры проводят, и куда можно прийти и познакомиться с новыми людьми. А самое главное с такими же людьми, которые переехали в другую, в новую для себя страну и тоже ищут новых друзей, знакомых. Этим видео мне хотелось поддержать всех, кто собирается или уже переехал в новое для себя место, и неважно, это новая страна или это город в вашей стране. И, конечно, я хотела поделиться своим опытом. И на этом все. Мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok